Привет, обитатели интернета и мобильных сетей! В эфире Дройда-шоу! Самое интересное из мира гаджетов, интернета и технологий за неделю! Главканал показал! 9 марта прошло долгожданное мероприятие Apple, на котором уже окончательно представили первые умные часы компании со скромным названием Apple Watch. Напомню, впервые об аксессуаре стало известно осенью. Часы подключаются к айфону по Bluetooth и выводят любые уведомления системы. В аксессуар встроен динамик и микрофон, так что можно отдавать команды ассистенту Siri и принимать звонки. Как это выглядит со стороны, на презентации не показали. Вот так. Синица, прием, прием. Объект здания. Почему-то на меня все косятся. Интересное применение часов, оплата покупок через систему Apple Pay. Вместо карточки или смартфона к терминалу можно поднести руку. Думаю, это будет весьма востребовано. Других прорывных новых фишек аксессуары не показали. Было нескольких любопытных приложений, например, вызов такси Uber. Мне кажется, это удобно, но аналогичную штуку уже летом показывал Google с сервисом Lyft. Важная часть интерфейса — экранчики-виджеты, которые называются Glances. По сути, то же самое, что и карточки в Android Wear, только листаются не вверх-вниз, а вправо-влево. Из начинки в часы встроен кардиомонитор и несколько гигабайт памяти, которые можно использовать для хранения музыки и фотографий. Но по-настоящему ущипнуть себя за руку во время презентации мне пришлось, когда Тим Кук на полном серьезе рассказывал про фишку «поделись своим пульсом с друзьями» при помощи часов. Мне просто интересно, какую информацию об окружающем вас мире может передать пульс. Но главная проблема — время жизни так и осталось нерешенной — всего один день от зарядки. Что касается комплектации, имеется два размера. Для мальчиков — 42 мм, для девочек и маленьких мальчиков — 38 мм. В плане дизайна часы разделили на три линейки. Самая бюджетная — Apple Watch Sport из алюминиевого корпуса. Она начинается от 350 долларов. Версия из стали называется просто Apple Watch и стартует от 550 долларов. Кроме этого имеются люксовые Apple Watch Edition, сделанные из золота. Они стоят от 10 до 17 тысяч долларов. Да, Apple представила часы за миллион рублей, которые нужно заряжать каждый день. Старт продаж намечен на 24 апреля, предзаказ — на 10. И лично мне кажется, что это будет один из самых неуверенных запусков Apple. Но самое главное, что сделала компания для индустрии — это выпустила эти часы, тем самым привлекла внимание к теме. Теперь многие маглы, прочитав о презентации, узнают, что есть такое понятие «умные часы», а после этого узнают, что, оказывается, есть еще много других умных часов, которые работают не только с айфоном, и некоторые из них даже живут больше одного дня. Кроме часов, купертиносы показали и кое-что покрупнее, а именно — новый MacBook. В дополнение к уже имеющимся MacBook Pro и MacBook Air. Девайс интересен прежде всего своими габаритами. Толщина — 13 миллиметров, а вес — 920 граммов при диагонали 12 дюймов. Экран имеет разрешение 2304 на 1440 пикселей. Процесс средненький — линейки Intel M. Тачпад распознает градации нажатия. Это называется Force Touch и используется в некоторых приложениях. Любопытная идея. Еще одно интересное решение — единственный порт на ноутбуке — разъем USB Type-C. Это новый стандарт. Через него заряжать, подключать к монитору и внешним устройствам. И самое важное — будет версия в золотистом цвете. В общем, казалось бы, получилась хорошая рабочая машинка для среднестатистического обитателя офиса. Но, как всегда, проблема в цене. Самая базовая модель в российском магазине стоит 100 тысяч рублей. А пользователи Facebook тем временем не желают чувствовать себя толстыми. Из социальной сети убрали возможность публиковать статус «Чувствую себя толстым». Ранее такая функция была реализована при помощи смайлика с невероятно пухлыми щеками. Решение было принято после того, как группа активистов в США начала сбор подписей за отмену этого статуса. Вскоре после того, как отметка перевалила за 16 тысяч подписантов, смайлик из соцсети исчез. После случившегося активно обсуждается вопрос о статусе «Чувствую себя уродливым». Но что можно сказать точно, так это то, что толстые прогнули Facebook. На прошедшей неделе Роскомнадзор пригрозил полной блокировкой сайту альтернативной энциклопедии «Луркаморья». Причина, как сообщает ведомство, это три статьи о наркотиках и одна о педофилии. Изначально в реестр запрещенных сайтов были внесены адреса этих конкретных публикаций, но поскольку сайт работает по шифрованному протоколу HTTPS, операторы не в состоянии отличить одну статью от другой и вынуждены блокировать весь ресурс. Такой закон. Ситуация разрешилась после того, как портал собственноручно закрыл требуемые страницы на территории России. Сейчас домен удален из реестра запрещенных сайтов и наслаждаться циничным лимонахом мемов можно. Роскомнадзор не сообщает о каких именно статьях шла речь, но судя по моему личному опыту чтения Лурка, там не бывает такого, что о каком-то предмете могут высказываться положительно вообще. И для того, чтобы заподозрить в этих текстах пропаганду чего-либо запрещенного, надо обладать каким-то отрицательным чувством юмора. Но Роскомнадзор, конечно, видней. Ждали-ждали и почти дождались. Продолжение серии Battlefield Hardline появится в PS Store раньше на два дня официального запуска, то есть 17 марта. В этот раз создатели решили отойти от идеи борьбы с глобальным терроризмом и теперь вы играете за молодого детектива Ника Мендозу и очищаете улицы от наркоторговцев и картелей. И все это с next-gen графикой и ядреным мультиплеером. В общем, кому не терпится, оформляйте предзаказ на PS3 и PS4 и вы в деле раньше других. Ну а теперь действительно внезапный анонс и, как ни странно, не касающийся игр. 11 марта стартовал новый телесериал от создателей во все тяжкие. Называется он Powers. Сценарий был написан по одноименному комиксу. Два детектива расследуют дела, в которых замешаны люди с теми самыми Powers, сверхсилами. То есть не все юзают свои обилки, чтобы спасать мир или бороться с преступностью. Часто бывает обратное. Убивают, грабят и учиняют всякие беспорядки. Так вот, при чем тут PlayStation, спросите вы. Дело в том, что владельцы PS4, подписанные на PS Plus, смогут получить бесплатно доступ к сериалу через приложение Powers в PS Store. Правда, все хардкорно, без перевода. В оригинале. Начнем с любопытного девайса из Тайвани. Проекционной мышки Aurora Odin от компании Serafim. Не до конца понятно, почему создатели использовали мифологию в названии продукта и самой компании. Видимо, хотели придать некий налет волшебства. Сам же девайс представляет собой небольшую коробочку с дизайном автобота или десептикона и весом 40 граммов. Которая подключается к Mac или PC и заменяет собой мышь, а точнее трекпад. В него превращается любая ровная поверхность, куда проецируются лучи Одина. Просто вводите пальцем по столу, а курсор за ними. Даже мультитач поддерживается. Гаджет может увидеть свет летом этого года, если наберет достаточно средств на Kickstarter. Цена предзаказа 49 долларов за штуку. Хоть девайс выглядит эффектно, по сути он бесполезный. Да и не факт, что им удобно пользоваться. Не такой уж он и компактный по сравнению с обычной мышкой. Вот если бы эти девайсы встраивали в маленькие ноуты или они были бы размером с небольшую флешку, другое дело. Не только Apple представил свой новый ноутбук. Один известный поисковик подсуетился и к той же дате показал свой второй пиксель. Google решил не останавливаться на одной модели своих премиальных ноутбуков на Chrome OS и представил обновленную версию Chromebook Pixel. Дизайн корпуса остался прежним, но начинку серьезно прокачали. Экран остался тот же сенсорный на 12,85 дюйма с разрешением 2560 на 1700 пикселей. Процессор новый i5 пятого поколения с частотой 2,2 ГГц, 8 гигабайт оперативки и 32 SSD накопитель. Также есть версия на i7 с 16 гигабайтами АЗУ и 64 гигами дискового пространства. Но в этот раз убрали LTE модуль и заменили порты. Для зарядки, как и в новом Macbook, используется USB Type-C, их тут целых две штуки, и два USB 3.0 вдобавок. Батарейки, по заявлениям, должно хватать на 12 часов при толщине корпуса 15,3 мм и массе в 1,5 кг. Также девайс поддерживает ускоренную зарядку, а цена снизилась до 1000 долларов, что в пересчете на рубли по-прежнему немало. В итоге мощная начинка, отличный дизайн, только непонятно, что со всем этим хозяйством делать на браузерной системе Chrome OS. Но ничто не мешает запилить на новую ту же винду или хакинтош. Железо потянет. На прошедшей выставке GDC компания Sony показала вторую версию своего шлема Project Morpheus и даже объявила о примерной дате запуска. Шлем получил Full HD OLED-дисплей с диагональю 5,7 дюйма. Угол обзора увеличен до 100 градусов, а частота обновления экрана 120 Гц. Кроме того, серьезно сократилась задержка до 18 миллисекунд. На девайсе есть два порта USB и HDMI, гироскоп, акселерометр и цветные светодиоды для позиционирования. Еще шлем стал лучше сидеть на голове и немного убавил в весе. Но даже при таких изменениях характеристики Project Morpheus еще нельзя считать окончательными. Особенно учитывая недавнюю новинку от HTC и Valve, которые так восторгались журналисты, успевшие ее протестировать. Цена шлема держится в секрете, но ждать его в продаже можно в первой половине 2016 года. Надеюсь, с набором игр тоже не подкачают. Samsung славится своими выдумками в различных отраслях. Особенно им нравится премиальный сегмент. И в этот раз корейцы превзошли себя. Они создали эдакую конуру для собак класса люкс. Dream Dog House. Собачий дом мечты. Предназначен для маленьких собак, которых обычно блондинки носят под мышкой. Он состоит из двух комнат. Кухни, где установлена автоматическая кормилка, которая активируется по нажатию кнопки. И спальник кабинета, где пес может поваляться и посмотреть киношку на планшете Samsung. Двери и стены выполнены из прозрачного стекла и дерева. При проектировании были учтены пожелания полутора тысяч собаководов из Британии. Цена одного собачьего пентхауса получилась в районе 30 тысяч долларов. Но, слава богу, компания не планирует серийное производство таких домиков. Создан всего один Dream Dog House. И его получил счастливый победитель выставки собак Крафтс. Не забывайте подписываться на наш канал. Ну а мы постараемся выпускать побольше новых видео. С вами были Валерий Истишев и Борис Веденский. Кроме Ютуба следить за нами можно в Фейсбуке, Вконтакте, в Твиттере и Инстаграме. Все ссылочки под видео и до встречи в будущем. Субтитры сделал DimaTorzok